Фонд борьбы с коррупцией подробно разобрал ответ Путина на расследование про дворец в Геленджике. Недельную задержку с ответом мы можем объяснить лишь тем, что все усилия администрации президента были брошены на поиски самой ободранной комнаты в резиденции, в которой Путин сможет рассказать о том, как он близок к народу и аскетичен, пишет ФБК. Сайдинг внутри помещения, советские светильники на стенах, кондиционер посередине стены, продолжает фонд борьбы с коррупцией. Ну просто небольшая скромная дачка в Рязанской области, построенная из чего было. Путин хочет, чтобы его видели таким. Золото, фрески, мебель по цене трехкомнатной квартиры. Никогда не слышал. Но мы-то теперь с вами знаем, как выглядел его быт на самом деле. Теперь давайте разбираться по сути. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Два часа фильма «Дворец для Путина» Алексей Навальный разными словами объяснял одну и ту же мысль. Друзья построили Путину секретный дворец, оформили на подставных лиц, создали целую инфраструктуру, чтобы никто никогда не узнал реального хозяина Геленджикского дворца. На Путина ничего не оформляется, все записано на его доверенных лиц. Владимир Путин вчера ровно эту мысль и повторил. Отдельно смешно, что Путин уточнил, что его близкие родственники не имеют и не имели отношения к дворцу. Это в Путине проснулся юрист. Так, в силу статьи 14 Семейного кодекса РФ, к близким родственникам относятся родственники по прямой восходящей и нисходящей линии. Родители, дети, дедушка, бабушка и внуки. Полнородные и неполнородные, имеющие общих отца или мать, братья и сестры. Николай Шамалов, на которого был раньше оформлен дворец, действительно не близкий родственник. Сват, отец мужа дочери, это не близкий родственник. Михаил Шеломов, который управляет стройкой сейчас, двоюродный племянник Путина. Видимо, в голове Путина существует какой-то воображаемый суд, на который он придет и скажет. Я вас не обманывал, я так сформулировал, что все правда. Ну так вот, хоть на протяжении 10 лет что-то должно было остаться. Хоть какие-то оформления каких-то земельных участков, какие-то проводки финансовые. Ну хотя бы какие-то оформления у нотариуса. И там тоже следы должны остаться. В нотариальных книгах, в электронном виде. Этот пассаж похож на шутку или троллинг. Наше расследование построено на том, что мы взяли 15 лет истории этого объекта, проанализировали документы на земельные участки, финансовые проводки и доверенности от нотариуса. Ровно то, что Путин перечисляет. А вот тот самый документ, который, как говорит Путин, не существует. Нотариальной доверенности, с которой следует, что дворцом управляют сотрудники фирм Шеломова, которые также обслуживают фирмы Светланы Кривоногих. Но Путин говорит, что никаких следов и упоминаний нет. 90 миллионов человек их видят, а Путин нет. Далее самая лучшая. Фраза, которая одновременно вызывает приступ хохота и стыда. Вместо всего этого что? Ну, вот разместили мою фотографию или мое плавание стилем бутерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. 2021 год. Президент самой большой страны в мире, лидер сверхдержавы, великий стратег и геополитик подумал, что этот рисунок – фотография. И начал доказывать, что это монтаж. Освоение дальнего космоса, нанотехнологии, наука. О чем вы? Человек не может отличить фотографию от нарочито плохо сделанного рисунка. Мы в фонде борьбы с коррупцией теперь требуем индивидуального опровержения всех нарисованных героев в интерьерах дворца. Возлежал ли Путин в камзоле на диване читальни? Требуем ответов. Выступали ли граждане Тимати, Михалков и Боярски в окружении Медведя, Лошадки, Казаков, Балерин и Гимнастки на сцене домашнего театра в Просковеевке? Народ имеет право знать, откуда этот снимок. Срочно необходимо установить генезис этой фотографии из кальянной. Это оригинал или фальшивка? Курица или баранина? Люди, которые там упоминаются. Я кого-то знаю. Кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще, просто никогда их не видел в глаза. Незнакомство. Удивительное дело, да? Куча не связанного между собой на первый взгляд народа. Адвокат Егоров, миллиардер Тимченко, миллиардер Ковальчук, олигарх Абрамович, глава госкомпании Роснефть Сечин. Неизвестный сотрудник Совкомфлота Шеломов, Токарев из Транснефти, загадочный житель Геленджика Колбин. И всех-то Путин знает. Не факт, что эти люди знакомы между собой, но вот каждого в отдельности Путин знает. Удивительное совпадение. Из всего, что там я видел, я заинтересовался только одним. Но не бизнесом, не как бизнесом, а как ведом деятельности. Это виноделие. Вот очень хорошие деятельности, мне кажется, благородные. Там один из моих знакомых, хороших, со своим партнером. Партнер из жизни ушел. Уже его доля, как мне известно, досталась его сыну по наследству. Но вот они занимаются небольшим предприятием. Расшифровываем. Хороший знакомый – это Тимченко. Его партнер, который ушел из жизни – это Петр Колбин. Путинский друг детства, с которым они вместе ходили на деревенские дискотеки. И снова Путин в курсе всего. У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем Абрау Дюрсо. Крупная наша компания, с хорошим биграундом. Еще к князю Голицыну, по-моему, это принадлежало все. Он у меня сейчас советник. Я, когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права. Вряд ли, Владимир Владимирович. Очень вряд ли. В общем, Путин ничего не опроверг, ни единого факта. Представьте себе на минуту, что мы ошиблись, и у дворца есть другой, настоящий владелец. Совершенно очевидно, что через полчаса после публикации нашего фильма этот владелец трубил бы везде, где возможно. Вы с ума сошли? Это мое, это не Путина. Я это купил и построил. Навальный все прет. А Кремль, воспользовавшись такой удачей, еще бы и экскурсию организовал в Просковеевку, чтобы показать, что там в домашнем халате по казино разгуливает совершенно другой человек. Завершают свой разбор ФБК. Тем временем у сторонников Навального, его жены Юлии и в квартире у самого Алексея начали проходить обыски. Возбуждено дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после митингов в поддержку политика 23 января. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова